В Тель-Авиве официально началось Евровидение 2019. Евровидение 2019 в Тель-Авиве официально началось Евровидение 2019 полночь 8. European Broadcasting Union Песенного конкурса Евровидение 2019. European Broadcasting Union Тель-Авив, 13 мария новости. Евровидение стартовало в израильском Тель-Авиве с дефиле 41 национальной делегации по оранжевой дорожке и открытие фан-зоны, где на берегу Средиземного моря можно будет выучить азы Еврита и на гигантских экранах посмотреть международный музыкальный конкурс. Светские мероприятия. Воскресенье на два дня. Предвосхищают состязательную часть Евровидения. Его полуфиналы пройдут во вторник и четверг, а финал назначен на субботу. В элегантных платьях и строгих смокингах участники проходят мимо журналистов, поклонников и простых зевак по цепленной площади в центре Тель-Авива между старейшим израильским театром Габима и крупнейшим в городе концертным залом Чарльза Бронфмана. «Каждый год как праздника жду поездки сюда. Я езжу уже 15 лет. За эти годы было всего два пропуска. Была и Москва, и Осло, и Хельсинки, и наконец-то Израиль», — говорит приехавший из России Феликс Грозданов. Он привлек внимание соотечественников-журналистов Увесистой Гроздью Беджи на шее. Дизайн сцены, на которой будет проходить финал песенного конкурса Евровидения 2019. В плане песен конкурс в этом году очень сильный. Будет сложно выбрать и жюри, и зрителям. Но есть явные фавориты, и Сергей Лазарев от России. Примечания редакторов, в их числе, прогнозирует собеседник. Международные букмекерские конторы включают Лазарева в тройку лидеров вместе с представителями Нидерландов и Швеции. Сам артист, общаясь ранее с российскими журналистами, говорил, что старается максимально дистанцироваться от номеров других исполнителей и думать о том, как лучше выступить самому. «Я очень самокритичный человек и поэтому решил, что буду концентрироваться исключительно на своем выступлении. Может быть, немножко эгоистично, но в этот раз я решил думать только о своем выступлении и не смотреть, не сравнивать», — сказал он. Российская делегация 32-й по счету появится на площади, освещенной большими круглыми фонарями со звездой-эмблемой Тель-Авивского Евровидения, и пройдет по ковровой дорожке, которая, следуя новомодной традиции, вновь поменяла цвет и стала в этом году оранжевой. 8 мая — 8 часов. Самое яркое шоу и семейный ужин. Что ждет гостей Евровидения 2019? Церемонии предшествовала акция местных левых, пытавшихся привлечь внимание к проблеме оккупации палестинских территорий. Полтора десятка человек, завязав глаза черными лентами и опустившись на колени, в молчании встречали журналистов, шедших на площадь. О местных реалиях не дают забыть и надписи «Защищенное пространство», указывающие, где по сигналу тревоги прятаться в случае ракетного обстрела. Я думаю, что все пройдет хорошо, на высшем уровне. По крайней мере, Израиль максимально делает от него зависящее, чтобы обеспечить безопасность на самом высоком уровне. Плюс, конечно же, Европейский вещательный союз. Они тоже все тысячу раз все проверили и, проверив, перепроверили. Они прекрасно понимают, какое количество стран и делегаций едут. Если бы это было небезопасно, то вряд ли бы они дали добро на проведение, говорил Лазарев. Его приезд неделю назад совпал с очередной серией обмена ударами между израильтянами и палестинцами, чьи ракеты два дня рвались на юге страны, в нескольких десятках километров от Тель-Авива, 11 мая, 17.40. Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения. В воскресенье на побережье должна также заработать официальная фонзона конкурса. На шести гектарах так называемой Евродеревне разместились четыре гигантских экрана для трансляции выступлений, 85 палаток, где будут продаваться полтысячи разнообразных блюд, бар 100-метровой длины с видом на море, рассказывают организаторы. К услугам гостей даже школа Еврита, где можно освоить базовые фразы на языке страны-хозяйки конкурса. «Деревня Евровидения предлагает жителям и гостям Тель-Авива дружелюбное городское пространство, великолепный пляж и возможность приобщиться к нашей уникальной кулинарии», сказал мэр города Рон Хульдаи. «Само Евровидение будет проходить в экспоцентре Тель-Авива, в павильонах которого уже неделю кипит конкурсная жизнь, проходят репетиции, доводится оборудование, артисты общаются с прессой и фанатами». 4 марта, 2032 в Израиле спекулянты втридорого продают билеты на финал Евровидения. 5 марта, 2032 в Израиле. Продолжение следует...